Привет, мои дорогие! Сегодня мы поговорим о миофасциальном релизе МФР. Это довольно модное сейчас направление. Объясню почему. У каждого из вас, скорее всего, дома есть вот такой вот валик. Они бывают чуть побольше, с разными ребрышками. Расскажу, зачем они нужны, какие движения мы можем с ними выполнять, для чего и так далее. Высокие ребрышки на роллах нужны для мясистых мест, таких как бедра, ягодицы. Если это мужчина, то, скорее всего, у него хорошо развита спина. Для того, чтобы проработать мышцы глубоко, необходимы высокие ребрышки. Также ребрышки бывают гладкие. Вы видели роллы вообще, которые используются в йоге. Они используются вообще без ребрышек. Это просто ролл, которым также можно пользоваться для того, чтобы либо подготовить себя к тренировке, либо, наоборот, расслабить себя после. Существует два режима. Первое – это быстрый. Это для подготовки к тренировке, для того, чтобы эпидермис, верхний слой кожи и мышцы наполнились кровью. И в конце тренировки для расслабления мы медленно на 6 секунд прокатываем в одну и в другую сторону каждое брюшко мышцы от сухожилия до сухожилия. Главное отличие, почему мы используем ролл до тренировки, чтобы подготовить мышцы, различается лишь в степени нажатия, то есть дополнительно, насколько сильно мы углубляемся в мышцу, всем весом, либо часть веса сносим на разные рычаги и скоростью движения, то есть самой прокатки. Для того, чтобы подготовить свое тело непосредственно к тренировке, мы используем ролл на целевые группы мышц, с которыми будем работать, и выполняем интенсивные движения без глубокой прокатки. Интенсивные – это значит невдумчивые и немедленные. Я думаю, это понятно. В чем отличие режима работы после тренировки – это медленные и глубокие прокатывания. Давайте покажу на бедре. Короткий ролл, кстати, используется для того, чтобы можно было использовать отдельно на каждой из конечностей, потому что с длинным не очень удобно. Но если у вас длинный, ничего страшного, юзайте его. Мы кладем на бедро. Предположим, после тренировки нам нужно расслабить бедро. Мы переносим максимально веса тела на целевую группу мышц и медленно в течение 6 секунд катим в одну сторону и затем возвращаем в другую сторону. В конце нашего видео я покажу, какие упражнения есть у нас, какие мы можем использовать в МФР для прокатки тех или иных групп мышц. Медленно используем для расслабления. Это понятно. Итак, поехали по упражнениям, какие можем мы использовать, как прокатывать ту или иную группу мышц. Давайте начнем со спины, потому что это самая интересная такая вещь. Запомните, мы не используем на лордоз, то есть поясничный лордоз, это изгиб позвоночника, мы не используем вес всего тела. Для того, чтобы проработать лордоз, я буду показывать упражнения. Помните, что у нас есть две различные структуры для подготовки к тренировке и для расслабления. Сейчас я буду показывать в обычном режиме, для того, чтобы просто набрать количество упражнений. Итак, поясницу. Как мы прокатываем поясницу? Сносим вес тела на ноги и на руки. Полностью никогда не ложимся. Почему? Потому что это может привести к смещению лестнично-крестцового отдела, к смещению позвонков. Это не очень благоприятно. Старайтесь так, чтобы ваш ролл не попадал именно на кости позвоночника. Это мы прокатали поясничный отдел. Дальше. Грудной отдел. Начиная от самого низа грудного отдела до шеи, мы ложимся, руки собираем перед собой, либо к ушей, раскрывая лопатки, мы прокатываемся до шейного отдела. Так, у меня коврик уехал куда-то. Опачки! Нежданчик. Итак, представляете, что вы банан. Вы банан. Скруглились. И прокатываем до шеи и самого низа грудного отдела. До шеи и низа грудного отдела. Так мы прорабатываем ромбовидную мышцу и трапецию. Практически от самого верха до низа. Окей. Переходим дальше. Как мы работаем с грудным отделом? Вы ложитесь на живот и одной порцией грудной грудных мышц для девушек. Молочную железу никогда не задевайте. Старайтесь прокатывать именно верхнюю порцию грудной мышц. Мы ложимся плечом. Как бы микрофон не уехал. И начинаем вот такими движениями, как червячок, прокатывать верхнюю порцию грудной мышцы. Мужчины могут использовать полностью ровно всю порцию, на верхнюю и на среднюю, и на нижнюю порцию. То есть полностью прокатывать всю грудь. Девушкам полностью прокатывать всю грудь не рекомендуется. Дальше плечи и брахиалис, бицепс и трицепс. Мы ложимся плечевой костью. Бес тела сносим на таз. И вот таким вот движением прокатываем до середины средней дельты. То есть до середины вашего плечевого сустава. Хорошо, это мы разобрали. Поехали по ягодицам. Ногу одну ставим в опорную, вторую для увеличения нагрузки можно поднять, можно ее не поднимать. И прокатываем ягодицу до ощущения касания с верхней частью бедренной кости. Ну, я простым языком стараюсь говорить, чтобы вы понимали. Хорошо, ягодички прокатали. Также вы можете прокатать вторую ягодицу. Так, дальше переходим на бицепс бедра. Если у вас длинный валик, вы можете спокойно использовать сразу весь его потенциал. Ну, видите, у меня на короткий тоже вылезает. И приподняв таз и голень, прокатываемся вперед и назад. Отлично, это понятно. Икроножные точно так же. Ноги совмещаем на руки. И плюсом к этому еще и прорабатываем пресс. Также помните, что у нас всего два режима прокатки. Быстрый и медленный. Икр мы проработали. Сейчас переходим на внутреннюю поверхность бедра. Ролл ставим таким образом, чтобы у нас прямо по внутренней поверхности бедра прокатывался. И начинаем катать. То есть фантазия здесь бесконечная, безграничная. Можете использовать любое положение. Внутреннюю часть проработали. Сейчас квадрицепс одна из самых таких больных зон. Если у вас широкий ролл, используйте сразу два бедра. Если у вас узкий ролл, как у меня, используйте одно бедро. Встаем в положение планки. И начинаем катать бедро. Я вот сейчас прорабатываю одно бедро. Вообще вы можете катать сразу два бедра. Катаем от верхней части надколенника, то есть надколенной чашечки, до крепления. Вы сразу почувствуете это место. Это место такое плотное. Место крепления четырехглавой мышцы к забедренному суставу. Хорошо. Плюсом к этому внешняя часть бедра. Тоже одно из самых таких больных мест, которые очень часто бывают спазмированы. Встаете в боковую планку. Ногу слегка сгибаете, для того, чтобы растянуть квадрицепс. И прорабатываете внешнюю часть бедра. Это у нас есть. Также руками вы можете проработать, взявшись по краям, внешнюю часть берцовой, комбаловидную. Если сбоку, вот здесь, вот в самый центр упрете и мелкими движениями будете работать, прокачаете, проработаете комедиальную часть комбаловидной мышцы. Шея. По шее роллом не катаем. Трапеция. Вы могли вспомнить, вот эта часть самая верхняя, которая у многих бывает забита. мы кладем ролл в удобном положении. Ложимся таким образом, чтобы наш валик повторял движение нашей лопатки. И всем весом накатились и прорабатываем верхнюю часть трапеции. Это очень неприятно. Лучше, конечно, работать с обычным теннисным мячиком. Но как бы что имеем, то имеем. Я думаю, что ролл есть у всех, а теннисные мячики есть не у всех. Давайте еще раз я напомню. Важный момент это скорость, с которой вы прокатываете и глубина, с которой вы прокатываете. Если вы нацелены на то, чтобы расслабиться после тренировки, то максимально глубоко и медленно работаем. Если вы хотите в самом начале тренировки сделать вашу тренировку более эффективной, подготовить ваши мышцы, после суставной разминки выполняете прокатывание быстрыми движениями на одну-две секунды в одну сторону и в другую. То есть быстрые движения не глубокие. Старайтесь всем весом не накатываться. Вот такой интересный урок у нас получился. Используйте любой ролл для миофасциального релиза. Если у вас не так много мышц, они не такие плотные, то используйте ролл с меньшим валиком. По жесткости вам нужен жесткий валик. Если вы будете заходить на Озон или Валборис и выбирать их, выбирайте по степени жесткости. Не дешевите здесь. Почему? Потому что при большом лишнем весе ролл может просто сломаться. И вы просто выбросите деньги на ветер. Поэтому выбираем среднюю рифленность, жесткий ролл и начинаем работать с вашими мышцами. И я вам напомню, выполняя любую физическую активность, в том числе и миофасциальный релиз, это тренировка. Тренировка либо на расслабление, либо на подготовку к основной части, а соответственно сожженные калории и ваше красивое тело. Любите себя и будьте здоровы. Пока-пока.